МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, туристы и милитаристы! И Павел Вальдемарович Нордберг продолжает участвовать в нашей рубрике О чем говорят мужчины, потому что что-то мне подсказывает, что эта рубрика правильно названа, потому что именно об таких вещах, о таких вещах разговаривают нормальные мужики. И Паша, я вижу, что у тебя замечательная коробочка здесь. Ну, всем привет! Достался мне в подарок от друга вот такой прекрасный коробочек такой британский суппайок на 24 часа, суточный, меню номер 4. Очень трудно сказать, сколько в нем килокалорий. Я его специально даже до этого открыл, но как-то у меня не... Ну, в общем, калькулятор было брать в лом и подсчитывать. Вот такая вот прекрасная коробочка у нас. В ней еда на сутки. Как я из предварительного ознакомления заметил, в этом суппайке очень много напитков. Причина очень проста. Надо заставить солдата пить и зимой, и летом. А что сработает лучше, чем дать солдату всяких сладких лимонадиков? Потому что солдаты, они же дети. Да и мужики все тоже дети говорят. Это, по крайней мере, женщины говорят. А мы-то на самом деле как бы не такие. Э, мы не такие. Что у тебя пустим-ка там есть? Ну что, выкладываю потихонечку. Наверное, начнем сначала с ништяков всяких и пакетика с вещами. Сейчас все отсюда выложу. Оставим основные блюда сюда. Ага, да, вот так вот. А давай я предлагаю так. Выложить вообще все, показывать и складывать в коробку. Или так неудобно будет? А пофигу, ладно. Нет, нет, давай, сделаем так. Сейчас, начали так начали. Окей, как я уже и сказал, значит, у нас куча, просто огромная, куча напитков. Для этого я специально решил вот сделать, как бы, в прошлый раз мы не все попробовали со всех пайков, да? Вот здесь мы попробуем реально все. И кофе, и чай. Вот. У нас вот таких бутылочек мы взяли самые дешманской воды в магазине. Вот. Ну не дешманской, мы взяли нормальной воды. Что ты, блин, это самое дискредитируешь? Сам будто говорил. Канал Архадыр, можем себе позволить. Ну что дешманская? Значит, у нас напитки. Основные напитки, которые у нас, кроме кофе с чаем, у нас аж пять напитков, это не считая кофе и чая. И что у нас тут такое, значит? Апельсиновый напиток. Вот это извращение, вот честно. Но это мы попробуем, потому что это шоколадный, горячий шоколад со вкусом апельсина. Мать моя женщина. Окей. Так. О, все. Архадыр съест. О, это мое. Энергетический яблочный напиток. Это мое. Кстати говоря, по поводу горячего шоколада со вкусом апельсина для солдат, блин, реально в Британии слишком много гомосексуализма, я считаю. А к этой теме мы потом вернемся, если ты мне напомнишь. Но только на словах. Да. Особенная любовь эстонских солдат к британским солдатам, называется в следующей серии. Значит, энергетический напиток у нас, именно энергетический, ну вот что-то днем должно такое быть. Потом у нас специалист по питанию потом проверит. Значит так. О, со вкусом колы, с сахаром и подсластителем каким-то химическим. И тути-фрути. Я предлагаю колу мне, а тути-фрути это опять же указывает на то, что в Британии слишком... Ну что, поехали, давай хочем забодяжим, попрем. Сейчас тогда я вот сразу Архадеру дам бутылочки, чтобы он все это миксовать. Кроме какао. Давай. Потому что все они рассчитаны на... Ого, так, нет. Вот как раз 375 написано здесь, да? Это cold water and stir and shake. Здесь сколько миллилитров поды? 500. Ну я чуть-чуть отлил, чтобы не высыпался. Не, не надо, в эту сюда. Давай. В эту, эту. Я извиняюсь, что у нас такой сбивчивый получается рассказ, но я надеюсь, что вам так же интересно, как и мне. Потому что немного припекает, я тут весь такой оделся. А на самом деле, после того, как я поставлю запись на стоп, я просто пойду загорать и все. Ну что у нас? У нас из ништяков печенька с шоколадными какими-то кусочками. Одна. Потом у нас есть, как он зацелил, это значит, зерновой, как бы какой-то батончик со вкусом сливок. Так, нуга, настоящая, хорошая, микс-драйд-фрут нугат-бар с фруктами сушеными. Салфетки, конечно же, самые обычные, причем такие, палома, это супер софт. Так, это поставь в сторонку, пускай настоится. Мы потом к ним вернемся и рядышком положи с ним пакетик. Так, вот здесь минимум, даже не отливай, потому что это привычка вот тут распоряжаться. Сильно не отливай, потому что вообще вот самая малость. Паша, я не умею слабо отливать, ты же знаешь особенности моего организма. Если мы останавливаемся где-нибудь. Да, после Германии, как бы, я, увы, ознакомился с его особенностями. Все, все, давай продолжай, там дальше интереснее. Ну что, открываем пакет с аксессуарами. Что у нас здесь есть? Пакет с аксессуарами такой, по сравнению, например, с эстонским пакетом, он ощутимо плотнее. И где-то в половину, почти больше. То есть в него сразу можно складывать мусор сейчас? Сейчас мы в него не будем складывать мусор, для мусора у нас есть отдельный пакет. Так, что у нас в пакете с аксессуарами? Это я пока что подвину. Есть рядышком транги, в которые все сложусь. Так, а архадыр у нас будет замешивать дальше напитки, кроме какаво. Какаво мы отдельно. Вот, все мое предназначение в этом видео, замешивать напитки. И потом все попробовать. Ну это да. Он, кстати, я еще не предупредил, чтобы он не кушал. А то в прошлый раз он не был голодным, поэтому критики было очень много. Вообще, если его погонять по лесу 2-3 дня, то он будет гораздо более такой к еде, как бы, ну... Если меня сейчас погонять по лесу 2-3 дня, я поступлю гораздо практичнее. Я просто гопну какую-нибудь столовку или буфетик. Ну что, дальше у нас, значит, сейчас разложу все это безобразие. Так, это вот несъедобная гадость. Что в этом пайке очень интересно, это то, что здесь нету какого-нибудь разогревателя. Была на секундочку мысль взять у друга английский настоящий, вот этот, так сказать, армейский котелок или как бы пищевой набор, такой универсальный у них котелок. Но... Ну, это как-то отогнал эту мысль. Как-то отогнал эту мысль, потому что он такой, немножечко, скажем, я не знаю, мне он не особо нравится, такой достаточно убогий. Но имеет место быть. Ну что у нас здесь в пакете с аксессуарами, у нас две антибактериальные, безалкогольные, большие салфетки. Мы, перед тем, как мы будем кушать, мы их используем, мы их откроем и посмотрим, насколько они влажные, там, насколько им удобно вытирать руки. Вот немножечко непонятно, почему их две. Ты будешь ее лизать, чтобы убедиться, что там алкоголь есть? Что там алкоголя нет? Это сразу вспоминаются истории о 90-х. И как раз возвращаясь к комментариям про эстонский паек, были в немецких когда-то, которые в эстонске, эстонцам, которые выдавали какое-то время, были какие-то спиртовые салфетки. И некоторые очень, как сказать, особо одаренные их пытались запихать себе под язык, чтобы хоть что-то из этого получить. Так, салфетки мы посмотрели. Что у нас еще не совсем съедобного? Спички такие, вот, хорошие, мощные, аудорские спички, их аж целых пять. Зажги одну, что, покажи, как работает. Да, пускай, да что, работает, как работает. Он просто жадный, он себе их оставит. Да, как ты догадался. Ну, это понятно. Так, что у нас еще из несъедобных вещей? Ну, шесть таблеток для очистки воды. Каждая таблетка используется для одного литра. Как раз очень удобно использовать с такой вот бутылкой. Что литровая бутылка в нее кинул и хорошо. Сколько времени она обеззараживает воду, Паша? Как почти все аналогичные таблетки, 30 минут. То есть ты кинул где-то на марш и дальше бежишь? Да, дальше бежишь и потом, когда... Ну, опять, всегда прозрачная бутылка хорошо, ты у нее набрал воды. Видишь, что там плавает, чтобы там не было ноги какого-нибудь умершего, не знаю... Партизана. Партизана. Лесного брата. Да. Вот они, таблеточки. Ну и теперь съедобное обезобразие. У нас 4 пакетика сахара, маленьких, в отличие от других всяких, скажем, тех же... Ну, в эстонском пакете примерно количество сахара похожее, а, например, в российском сахара просто тупо 60 грамм. Ну, конечно, с одной стороны, вы скажете, сахара много не бывает, все-таки энергия там туда-сюда, но... Паш, рассказывай, я смотрю, я просто... Я просто здесь немножко приберусь, потому что я не могу, у меня прям чешется все. Рассказываю, я здесь рядом. Ну, это один из вариантов, как поднять колораж, поэтому лучше положили бы что-нибудь такое, ну, хоть, я не знаю, хлеб там или печеньку какую-нибудь, от нее пользу больше. Дальше. Два пакетика чая. Один обычный Great British Tea какой-то, судя по всему, обычный черный чай. Другой English Breakfast. Ну, так. Мы их оба попробуем, как они на вкус. Настоящий английский чай. Два пакетика кофе, мизерных, маленьких, никаких вообще. Растворимый Nescafe, самый обычный, коммерческий, one cup serving. Я думаю, это на 150 миллилитров максимум. Иначе будет какая-то бодяжная гадость. И Dow Egbert Instant Cafe, 100%. Вот такой я, кстати, не видел. Так гораздо приятнее. Далее у нас 4 пакетика сливок. Мы их тоже попробуем, потому что, скажем так, американские сливки были нормальны. А эстонские сливки вообще никуда не годятся. Вот. Так что такая вот ерунда. Мы попробуем, скажем, как это будет. Это мы потом водичку заварим. Так. Остается еще жвачка. Spermint Flavor. То есть это мятная жвачка. Без сахара. С подхластителем. Вот. Кстати, нравится, что пакетик нормальный. И по ощущению внутри нормальные жвачки. Давайте откроем, посмотрим, какая у нас тут жвачка. Пожуем тогда? Да, ну, сейчас пожуем. Потому что, ну... А ложка твоя? Нет. Это именно в комплекте? Да. Сейчас мы к ней придем. Удобный пакетик. Жова как жова. Знаешь, похоже на какой-то... Но не орбит. Вриглес. Вриглес, да. Или этот... Йенки Хулитол. Йенки Хулитол. Жуйте. Так. Абагати секунду. Паш, расправь плечи. Зацените, это тебя с России привезли? Нет. Юрка подарил. Классная футболка. Трахаю тебе дохаю. От обыча. В коробке остались теперь такие вот вещи, как тропический микс с орехами, банановыми какими-то штучками. Это вкусняшка? Вкусняшка. Это вкусняшка, да. Прикол в том, что его можно, так говорится, пощелкать на ходу. Какой-то Hot Original Pepper Sauce. Hot Digi Dog. Digi Dog. Но это мы пробовать точно не будем. Я себе заберу. Да. Пожалуйста. Супер-мега-хот соус. Декольный. Вот. Фруктовые мюсли с молоком. Они более-менее одни на вкус практически у всех. С сухим молоком. Так. Blueberry Turnover. Черничная какая-то хрень. Я думаю, что это какой-то черничный пирожок. Кстати, удивительно. Turnover переворачивай. Да. Переворачивай. 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 Да. И его 100 грамм. Я думаю, что это какая-то как печенька. Блинчик. Да, блинчик какой-нибудь. Вот. Аладушек. Упаковка знакома кому-нибудь. Ассоциации возникают. Американский сухайок. Такие же упаковки. Без белой наклейки. Сделано действительно в Штатах. Проверил. Специально посмотрел. Здесь уже калорий тут нормально. Нормально. Ну и два основных блюда. И тут еще последняя вещь, которую я хочу показать. Подожди. Основное блюдо. Скажи, что за основное блюдо. Чем ты меня сегодня будешь угощать? Туна бин паста. Это значит макароны с бобами и с тунцом. 300 грамм. Хори флоп. Если вы помните, то в эстонском сухпайке от этой же фирмы был совсем не химический энергетический напиток со вкусом малины. Шикарный напиток был. У меня до сих пор моча розовая. Вот. Кисло-сладкая курица с пастой. 300 грамм. Вот. Здесь по 300 грамм. Основное блюдо. Сколько у нас получается? Почти 936 килокалорий. Это. И здесь получается 1206 килокалорий. Основное блюдо. Ты выходи недели. Четверг. Четверг? Да. Значит у тебя рыбный день, а я беру курицу. Мы и то и то попробуем. Китара с жопой. Так. Сейчас пока что поберем, но потом сделаем небольшую паузу. Мне сделали дружеское замечание, что все-таки курить в кадре некрасиво. Поэтому я покурю во время паузы, когда мы будем греть основные блюда. Ну, самая последняя вещь, которую мы затронем сейчас в этом процессе. А. О, ложка. Правильно. Мы что-то про ложку ничего не сказали. Ложка какая-то вот такая вот извращенная. Реально извращенная ложка. Имеет такой захват вилочного типа. Это просто ребро жесткости у нее выштоповано, чтобы она где-то в кармане не сломалась. Слушай, что напоминает? Ну, не надо. Тебе все напоминает. Паша любой треугольник напоминает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Из ножевой темы. Этот самый... Кизляровский ворон, мне напоминает. Да, да. Ложка ворон. Будем называть это. Ложка ворон. Так. Пока ты тут складываешь. Поставим напитки, покажите цвета. Я тебе сейчас... Давай хоть поглотку сделаю. Это у нас апельсиновый напиток. Как хочешь, по-спортивному. Я жевку просто выплюнул вот сюда в пакет. Сейчас у меня были тут специально для нас с тобой были... Вот так. Жевка нормальная. Вообще просто огонь. Самая нормальная. Так. Ответы из моего кубка. Апельсиновый. Нормальный спортивный напиток. Ну, обычный, вот самый обычный спортивный напиток. Не слишком сладкий. Прикольный. Учитывая, что это немножечко меньше... А, да. Да, немножко у нас немножечко больше воды может быть, чем... У нас гораздо... Ну, вот этот вот напиток апельсиновый, он гораздо прикольнее, чем химический в эстонском сухопеке. Да, да. Он реально вот такой... Как нормальный химический лимонад. Так, следующий энергетический, поэтому много не пей. А, да вот, разболтай его нормально, чтобы сахар разболтался. Так, со вкусом яблоко, если мне не изменяет память. Цвет уже более натуральный, то есть тут видно, что нету каких-то таких жестко-розовых. Я все время просто проверяю, сколько у нас тут времени осталось. Моя, конечно, сколько здесь сахара на дне. Ну, хорошо. Две минуты Паша нам на напитки и ставим на паузу. Сахар еще не весь размешался. Есть какой-то странный привкус, но в принципе яблоком, как бы, ну, вкус яблока есть. Так, а давай их рядышком поставим, вот апельсиновый. Мне нравится, что здесь написано, что продукт может содержать, внимание, частицы молока, глютена, сельдерей. Это сельдерея, сульфаты, сою, яйца, рыбу и орехи. Блять, в чем вы, ну, из чего вы это делали вообще? Это просто в этом напитке какие-то иммигранты ноги мыли, если это все содержится, содержаться может у него. Жесть! Здесь вся энергия достигнута за счет сахара. Здесь 76 грамм сахара на 100 грамм продукта. Это получается помножить на 5. У нас получается... Поделить на 5. Нет, наоборот, на 100 грамм, помножаем на пол-литра. Нет, 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 на 100 грамм 76, это вот это вот. А, в сухом виде? Да, в сухом виде. Все, лоханулся. Всего 76 грамм сахара, но тоже немало. Но здесь его сколько? 45-45 грамм, значит, здесь 30-30 грамм, ну, 30 с чем-то грамм. А, тогда берутся слова обратно, это меньше, чем в Кока-Коле. Все, спасибо, помог посчитать. Как бы все-таки в магазине же работаю. Тутти-фрути. Спички брали, два в уме. Проходим, товарищи. Тутти-фрути-флэйвы. Тутти-фрути. Мама, фу! Вот я реально скажу, есть у меня друг. Маленький, рыжий, бородатый. Толян, привет. Он вот пьет энергетики, как мы пьем воду. Карамельный вкус энергетика. Да, вот такой он, конкретно просто вкус энергетика. Толян, это у нас такой тактическо оборудованный товарищ. Вот, говори. И давай, подожди секунду, Паш, перечислим только, потому что я не знаю, на каком месте там у нас закончился 20-минутный наш отрезок. Кола вообще жесть. Такое ощущение, что выпил дешевого сиропа из дешевой жвачки с колой. Вот реально. Ты отлил воды отсюда или столько? Отлил, отлил. Поэтому она такая может и есть, может долить немножко. Да не надо, не надо. Ну хорошо, просто принцип то, что это похоже на самую мерзкую колу. Значит, это у нас было что? Это у нас был тути-фрути. Тути-фрути похож на простой, какой-то самый тоже такой простой энергетический напиток по вкусу, да? Ну такой дешманский. Дешманский энергетический напиток. Не на Red Bull, не на батарею. Да, это у нас яблочный энергетический. Пить можно. Немножечко есть привкус яблока такой, в принципе, нормальный. И это апельсиновый напиток, значит, тоже такой с сахаром. Апельсиновый, согласись, самый классный. Апельсиновый и яблочный. Оба, апельсиновый лучше, чем яблоки. Апельсиновый по-любому. Похоже на изотоник, на изотоник какой-то такой спортивный. Вот. Идея в чем? Поскольку солдат, как бы, ну, как, блин, ну, солдат вообще, как бы, у него мозг отключается, как он приходит на службу, на самом деле. В большинстве случаев это так. Если это не какой-нибудь там прожженный лет 35-40 уже такой бывалый упырь, да? Как ты? Вроде того. У меня тоже иногда мозг отключается. Паша бывалый упырь, поверьте мне. Идея в чем? Ты можешь рассказывать ему про то, что он, сука, должен выпивать как минимум 3-4 литра в день воды. Желательно. Потому что он двигается вон там туда-сюда. И это даже зимою. Потому что зимою одежда там тоже двигается. Ну, все нормально. Вот заставь этого дебила выпить воды. Он думает, что ему холодно, ему пить не надо. Вот. Или ему там наоборот жарко, он там что-то попил, попил, чтобы, так сказать, подстегнуть его к тому, чтобы он выпил больше жидкости. Вот это все как раз разнообразие и сделано. Может оно омерзительное, но скажем так, что живя где-нибудь, где вода не самого первого качества, да? Это сильно разнообразит как бы вот вообще вот ежедневные вкусы. Ты уже говорил в одном из обзоров наших, что вот эта вот сладкая химия, она помогает заглушить говняный вкус обеззараживающей таблетки. Да, да, есть такое. Потому что, ну, бывают нормальные таблетки там, катадиновские, очень неплохие. А есть там какие-то, вот я помню, российские брал какие-то, не помню. Они были мерзкие на вкус. Вот какие-то такие простые, самые дешевые, видно там. Блин, вот просто нереально. А, да, еще была какая-то веселая труба, которая в флягу вставлялась. Это вообще жесть какая-то с таблеткой. Все, окей. Делаем паузу. Мы будем греть основные блюда. Попробуем их съесть. Разоодно постараемся разогреть горячие напитки. У нас есть для этого, чтобы попробовать наши основные блюда, опять тестовая тарелочка. А пока мы будем греть блюда основные, мы сделаем обзор на Сурвивалист Икс. Ставь паузу. Ставлю. Паша, когда будут российские сухие пайки? В июле месяце, возможно. В июле месяце будут российские сухие пайки. Отлично.